Олигархи в Украине до сих пор неотъемленная часть системы управления государством. Они контролируют крупнейшие промышленные предприятия, через подконтрольные масс-медиа формулируют общественное мнение, каким нужно, финансируют отдельных политиков или даже целые политические группы. В конце 90-х, в начале 2000-х годов возникла такая группа людей, которая смогла воспользоваться возможностями собственного влияния на экономику страны. И в какой-то период времени они поняли, что они от этого имеют выгоду. А выгоду какую? Выгода — это непосредственно деньги, которые они получают. Олигарх имеет четко обозначенные атрибуты. Чтобы называться олигархом, нужно иметь в собственности крупнейшие предприятия в стране, быть собственником влиятельных медиа, в частности телеканалов, иметь своих представителей во власти и использовать их для обогащения своей бизнес-империи. Классическими олигархами в Украине принято считать пятерых. Рената Ахметова, Игоря Коломойского, Дмитрия Фирташа, Виктора Пинчука, а также пятого президента Петра Порошенко. В зависимости от того, на кого олигарх сделал ставку на очередных выборах, меняется масштаб его влияния на принятие решений в стране. Одним из очевидных выгодоприобретателей президентских выборов этого года считается Игорь Коломойский. И неудивительно, если последние два года он был в опале у президента Петра Порошенко, воюя с ним на безопасном расстоянии из Израиля, то в мае олигарх триумфально вернулся в Украину, не скрывая восторга от избрания новым президентом страны Владимира Зеленского, его давнего бизнес-партнера по телевизионному бизнесу. Как правильно охарактеризовать связь между вами и Зеленским? Я был шапочно знаком с Зеленским приблизительно 2009-2010 года. Но это было шапочное знакомство. Здравствуйте, до свидания. А более плотно мы познакомились с ним, где-то это был вторая половина, конец 11-го года, начало 12-го. Вот тогда мы с ним более плотно познакомились, ну, ввиду деловой обстановки и проведения деловых переговоров. Ну, как-то после этого как-то сложились какие-то отношения человеческие. Первое кадровое назначение Владимира Зеленского он делает Андрея Богдана главой своей администрации. Человеком Коломойского его называют не только из-за очевидной формальной связи. Богдан до назначения в АП работал адвокатом олигарха. Схемы проанализировали, что до выдвижения Зеленского в президенты именно Андрей Богдан сопровождал его в поездках на встречи с олигархом в Женеву и Тель-Авив. Олигархи, естественно, заинтересованы усилить свое влияние на государственную политику в Украине. Это влияние можно усилить только при посредничестве или президентских, или парламентских выборов. Влияние Коломойского, на мой взгляд, сейчас гораздо шире. Так, в эти политические дни, накануне президентских выборов, схемы зафиксировали переговоры олигарха с другими влиятельными украинскими политиками, которые в будущем могут стать союзниками партии Зеленского при формировании правительства. Он приезжал к министру Арсену Авакову, трижды видели его кортеж в гостях у Юлии Тимошенко. Зачем Коломойскому контролировать власть? Что нужно олигарху от государства? Мы проанализировали те бизнес-интересы Коломойского, которые могут идти вразрез с интересами общества. Примеры, когда решение, чей интерес превысит, прямо или последовательно, зависят от разных ветвей власти, от законодательной до судебной. Приват-банк. Крупнейший в Украине банк. До национализации 2016 года его бенефициарными собственниками были Игорь Коломойский, 49,98%, и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, 41,58%, которые прямо или опосредованно владели более чем 91,5% акций. Еще 8,5% принадлежали миноритариям, в том числе менеджменту во главе с тогдашним главой правления Александром Дубилетом. В Национальном банке утверждают, что национализация Приват-банка была вынужденным шагом. И для спасения банка государство вложило в это финнушреждение астрономическую сумму. Это спасение стоило налогоплательщикам более чем 155 миллиардов гривен. Чтобы лучше понимать, если эти 150 миллионов поделить на численность населения Украины, то получается, что каждому, от младенца до пенсионера, национализация Приват-банка обошлась в сумму более 3,5 тысяч гривен. По данным Нацбанка, который подтвердило независимое расследование американской компании Кролл, Приват-банк был признан неплатежеспособным вследствие масштабных мошеннических схем. В Нацбанке считают, что Приват-банк привлекал средства физических и юридических лиц и выдавал их связанных с акционерами фирмам. Таким образом, из банка и были выведены около 150 миллиардов гривен. Кто же эти получатели кредитов, которые задолжали уже государственному Приват-банку такую астрономическую сумму? В 2017 году мы анализировали список должников и выяснили, что накануне национализации из Приват-банка были выведены десятки миллиардов гривен на фирмы-однодневки. Договоры с компаниями были подписаны в то время, когда банком владел Игорь Коломойский. Тогда нам не удалось пообщаться ни с одним из основателей или руководителей ни одной из фирм, на которых висят миллиардные долги. По адресам регистрации этих фирм, их основателей и руководителей, или никого не было, или же там находились совсем другие люди. Некоторые компании были оформлены по адресам массовой регистрации, на автозаправочных станциях, станциях техобслуживания или в квартирах жилых многоэтажек. Позже страна погрязла в многочисленных судебных процессах. Государство судится с олигархом Коломойским и его бизнес-партнерами не только в Украине, но и за границей, в том числе в Великобритании, Швейцарии и США, чтобы взыскать, по их данным, нанесенный миллиардный ущерб. Иск в Швейцарии подал нацбанк, поскольку там проживал олигарх. Судебный процесс в Великобритании начал Приватбанк, аргументируя это тем, что именно через британские фирмы, по их данным, выводилась часть денег из банка. А в США, как подозревает нынешний менеджмент Приватбанка, Коломойский и Боголюбов приобретали недвижимость и другие активы за счет присвоенных средств банка. Но олигарх не согласен с этим и уже заявил, что планирует вернуть себе или банк, или часть денег, которые были вложены им в капитал на момент национализации банка. Говорит, что речь о почти двух миллиардах долларов США. Смотрите, в банке было 2 миллиарда, потом раз из Приватбанка. Поменяли методику расчета. Прошли с проверкой, которая была, кстати, незаконна. Сказали, что у вас не 2 миллиарда, а минус 5, минус 5 миллиардов. Да, приложили к нему отчет Кролла, который тоже незаконный. И в итоге получили отрицательную сумму. Мы же за это и спорим, и судимся. Банки – это структура, которая работает с чужими деньгами. То есть, представьте, Коломойский пришел, положил 10 гривен, взял депозит на 90 гривен, получил 100 гривен, а потом эти 100 гривен дал своим компаниям. А теперь приходит и говорит, тут мои 10 гривен где-то лежали. Где мои 10 гривен? Это дикая манипуляция, потому что с банками вообще так не работает. То, что он внес, а потом в 10 раз больше вывел, это не означает, что ему кто-то должен найти первые 10 гривен. Все требования его безосновательны, абсолютно. Но мы понимаем, что украинские суды могут вынести любое решение. Украинские суды уже начали становиться на сторону олигарха. Причем, по наблюдениям Насбанка, особенно активно с этого года. Иск был еще в 17-м году. Он возник летом 17-го года. До этого времени он не рассматривался. И такое ускорение рассмотрения произошло в президентские выборы, первый, второй тур. И тут мы начали получать все решения. С чем связываете? Возможно, судьи хотели продемонстрировать продуктивность. Продуктивность. По иску Коломойского окружной административный суд Киева отменил национализацию Приватбанка, открыв тем самым путь к возвращению банка олигарху. Правда, Насбанк это решение уже обжалует. Мы подали апелляцию, то есть это решение не имеет законной силы до рассмотрения в апелляционной инстанции. Не связаны ли ваши действия по получению контроля над Приватбанком с желанием прекратить судебные процессы за границей? Я, во-первых, нигде не говорил, что я хочу отравленный контроль над Приватбанком. Я сказал, чтобы мне отдали то, что у меня забрали. Таким образом это будет, это уже государство решает. Пусть правительство решает. Хочет, пусть отдает деньгами, пусть отдает акции. Хочет, пусть возвращает весь банк, мы его докапитализируем, а они заберут свои файлы. В то же время финансовые аналитики считают, что возвращение контроля над Приватбанком может помочь Коломойскому решить его проблемы за границей. То, что происходит сейчас, это Коломойский пробует через суды добиться того, чтобы как минимум отмыть свою репутацию, доказать всем, что он отсюда ничего якобы не украл и запутать всех власть имущих. Национальный банк для того, чтобы забрать все судебные иски и в Украине, и в других государствах против себя лично и своего партнера Боголюбова. Коломойский действительно не боится украинского правосудия, он боится правосудия западного. Игла Кощея лежит в Украине и, получив контроль над Приватбанком, над правительством в Украине, он может защитить себя от преследования как минимум в Лондоне так точно, а может и в Соединенных Штатах. Рассмотрение исков Приватбанка в международных судах создало неудобства для бывших собственников. Например, Лондонский суд заморозил активы Коломойского и Боголюбова по всему миру. Судебный процесс США, инициированный Приватбанком, вообще может угрожать бизнесменам уголовной ответственностью. Однако, помимо банковского сектора, есть еще одна сфера, где Коломойский имеет свои интересы, которые не всегда совпадают с интересами обычного украинца. Это авиация. МАУ Международная авиалиния Украины Крупнейший авиаперевозчик Украины В 2018 году компания отчиталась, что перевезла более 8 миллионов пассажиров. Официально МАУ принадлежит нескольким офшорным фирмам, но конечными бенефициарными собственниками считаются Аарон Майберг и Игорь Коломойский, о чем они сами открыто говорят в интервью. В начале года МАУ заявила о серьезных финансовых проблемах. В 2018 год авиакомпания закончила с огромными убытками 2,7 миллиардов гривен. И, похоже, планирует решать свои проблемы за счет государства. Инициированные серьезные судебные споры с основным поставщиком аэронавигационных услуг Украэрорухом. Если по-простому, то МАУ перестало платить ту цену, которую Украэрорух выставляет. Украэрорух это государственное предприятие и единственный поставщик аэронавигационного обслуживания в Украине. Предприятие, которое организовывает и обслуживает воздушное движение, то есть отвечает за безопасность полета в стране. И в том числе за работу диспетчеров в Украине и должен платить авиаперевозчик. Сейчас госпредприятие судится с МАУ, которое задолжало Украэроруху около полмиллиарда гривен за уже предоставленные аэронавигационные услуги. На сегодняшний день МАУ задолжало и поданы в суд иски на сумму около 500 миллионов гривен. Это 476 миллионов гривен. Эта разница возникла из-за того, что в авиакомпании решили платить меньше, потому что считают, что цены на такие услуги неоправданно высокие. Наша позиция в судебном процессе, что в МАУ за предоставленные услуги должны платить деньги так же, как и все компании. А позиция МАУ нет вопросов о предоставлении услуг. Есть вопрос к тарифам, есть вопросы к расчетам. Мы, конечно, доказываем, что тарифы утверждены приказом Министерства инфраструктуры, который зарегистрирован в Министерстве юстиции в 2010 году. То есть должен исполняться всеми. А МАУ очень хочет, чтобы были пересмотрены эти ставки. Мы также обратились в МАУ с просьбой аргументировать свою позицию. Там от комментариев отказались. Государственная компания УкрАэрорух, которая, в свою очередь, через суды пытается отсудить недополученные полмиллиарда, считает, что тариф рассчитан четко. Но, как и в случае и с Приватбанком, украинские суды уже становятся на сторону, связанной с Коломойским компанией. Так, согласно решению украинского суда, УкрАэроруху запрещено приостанавливать предоставление услуг, несмотря на неуплату предыдущих долгов. В Министерстве инфраструктуры, которому подчиняется УкрАэрорух, утверждают, что не против получить задолженность и частями, только бы вернуть государству свое. Мы с ним в диалоге, мы ищем оптимальные пути сотрудничества государства с бизнесом, мы ценим роль МАУ в восстановлении отечественного рынка авиаперевозок и понимаем, что Украине, как 45-миллионной нации, необходимы собственные авиакомпании. Чего они от вас хотят? Вы же видели их публичный финансовый отчет, есть у них определенные трудности с платежами, и это тоже мы обсуждаем. То есть государство готово частично взять на себя обязательства? Нет, об этом речи не идет. Речь идет максимум об отстрочке. Отстрочке по кредиту, задолженности по тем отдельным платежам, которые есть перед государственными компаниями. То есть люди Коломойского через суды пытаются сделать все, чтобы не возвращать полмиллиарда гривен и в то же время пользоваться услугами от государства по тарифу выгодному МАУ. Если мои долги, так они десутся согласно своих контрактов до аварийности, то есть денег нету. Более того, авиакомпания Коломойского теперь еще пытается отсудить у государства деньги за те годы, когда МАУ платила за услуги по их версии по несправедливой цене. Это 16-17-е годы. Поэтому требуют вернуть разницу, а это почти 900 миллионов гривен. И это не первый раз, когда авиаперевозчик, совладельцем которого является олигарх, хочет себе особые условия, не выплачивая государству по обязательствам. В частности, МАУ отказывается платить авиационный сбор, за счет которого наполняется специальный фонд авиации, из которого финансируется деятельность государственной авиационной службы. Каждая авиакомпания платит 2 доллара с каждого перевезенного пассажира, плюс с перевезенного груза. Есть одна, а теперь несколько авиакомпаний, которые этого не платят и обжалуют в судах постоянно. То есть обжалуется само решение правительства о том, что такой сбор существует. Именно существование такого сбора обжалуется. И пока оно обжалуется, он не платится и не собирается в бюджет. От МАУ к моменту эфира комментариев схемы не получили. Коломойский, как собственник компании, так озвучил свое видение. Я не управляю компанией МАУ. Я знаю, что там была масса судов, я заправлю, не знаю, по какому поводу. И МАУ выиграла все суды, а то, что касается вот этих сборов, там были какие-то неконституционные сборы, неправильные, незаконные. Так она какого я должна их платить? То есть уже сегодня государство по сути субсидирует частную авиакомпанию, которая, заручившись поддержкой украинских судей, меняет под себя правила игры на авиационном рынке. И не исключено, что аппетиты МАУ и далее будут расти. Еще один бизнес Игоря Коломойского – компания «Укртатнафта». Крупнейший производитель топлива в Украине. Компания «Укртатнафта» – собственник Кременчугского НПЗ, крупнейшего в Украине нефтеперерабатывающего завода. 43% акций владеет государство в лице «Накнафтогаз» Украины. Но контрольный пакет акций принадлежит структурам, связанным с Игорем Коломойским и Александром Ярославским. На протяжении последних нескольких лет компания предпринимала много попыток ограничить конкуренцию на рынке топлива. В 2018 году «Укртатнафта» обращаясь к Министерству экономического развития и торговли инициировала спецрасследование по версии компаний о критическом росте объемов импорта топлива. «Укртатнафта» просила ограничить импорт нефтепродуктов в Украину и предлагала ввести единую квоту для своих конкурентов, в частности российских и белорусских производителей топлива. Аргументирую это тем, что нужно защищать отечественного производителя. Хотя на самом деле, считают эксперты рынка, патриотизм тут ни к чему. У них были попытки закрыть рынок от импортных нефтепродуктов, чтобы создать тепличные условия для этого завода, который балансирует на грани убыточности, для того, чтобы его защитить и на нем больше зарабатывать. Тогда межведомственная комиссия по международной торговле, которая рассматривала это обращение, не поддержала предложение Укртатнафты, сославшись на то, что отечественных мощностей для удовлетворения потребностей в топливе не хватит. Импорт, это знаете, как лекарство в соответствующей дозе. Это лекарство. А в чрезмерной дозе это отрава. Так же с внутренним производителем. Мы бы сегодня с радостью бы перенесли приоритет на украинского производителя. Но где его взять? Где их взять? Фактически сегодня нефтепереработка в Украине уничтожена. Сегодня осталось полтора предприятия. Эксперты прогнозируют, что при новой власти Игорь Коломойский снова потребует инициировать изменения в таможенных правилах в пользу своего нефтеперерабатывающего завода. Я думаю, что эти ограничения обязательно будут введены, если появится больше рычагов влияния на эту ситуацию. Под лозунгом защиты производителей и так далее. То есть, действительно, у него есть очень много возможностей для того, чтобы монополизировать рынок нефтепродуктов и там усилиться. Что будет означать для потребителей возможная монополизация рынка топлива со стороны Укртатнафты? Украина очень зависит от импортных поставок. К сожалению, в Украине работает только Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и Шебелинский завод. Этого не хватает для покрытия всех потребностей. То есть, если говорить о зависимости от импорта, это не просто зависимость, это критическая зависимость. Если будет какое-то ограничение, возможно, ситуативные изменения цен. А рост стоимости топлива, анализирует эксперт, приведет к росту цен для всех категорий потребителей. А это значит, что желание олигарха побольше заработать снова может быть оплачено из карманов обычных украинцев. В Укртатнафте от комментариев отказались. Сам Игорь Коломойский сказал, информация о заявлениях об ограничении импорта нефтепродуктов не владеет. Я не веду текущую хозяйственную деятельность. Зайнеры же не занимаются текущей деятельностью, поэтому я не в курсе. Если правление компании считает это правильным, я поддерживаю решение правления. И это далеко не все, что нужно олигарху от Украины и ее власти. Конституционный суд Украины. Здесь в закрытом режиме рассматривается жалоба Запорожского завода феросплавов, которое может стоить государству 7 миллиардов гривен. Запорожский завод феросплавов один из крупнейших в Европе производителей феросплавов. Сплавов железа с разными химическими элементами, которые используются в разных областях металлургии. Собственники предприятия ряд офшорных фирм, конечными бенефициарами которых являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский. Фактически завод инициировал урезание существенных полномочий Национального антикоррупционного бюро, которое расследует схемы с участиями этого самого предприятия. Завод олигарха обратился в Конституционный суд, где теперь обжалует само право НАБУ признавать недействительными договора в коррупционных производствах, то есть разрывать их, вынуждая возвращать деньги государству. Почему завод Коломойского пошел с этим в Конституционный суд? Потому что Национальное антикоррупционное бюро воспользовалось этим полномочием в деле, в котором фигурирует именно этот завод, и признало недействительными определенные договоры завода. Ранее в фильме расследования «Пэдал добро» мы рассказывали, что в 2015 году запорожский завод феросплавов стал фигурантом схемы, которая нанесла ущерб полугосударственной компании «Запорожье Облэнерго», а значит прибыль тем, кто ее придумал. Так, причастными к этой коррупционной схеме в расследовании назывались имена экс-депутата Дмитрия Крючкова, братьев бизнесменов Суркисов и армейского товарища Порошенко и первого заместителя главы фракции БПП Игоря Каноненко. Хотя все они обвинения опровергают. Далее ведется следствие. НАБУ сейчас имеет право не только расследовать дела и доводить их до суда, но и останавливать схемы уже в процессе расследования, когда подает в суд и признает коррупционные договора недействительными. Таким образом детективы уже отменили незаконные договора не только при участии Запорожского завода феросплавов, но и многих других предприятий. Общая сумма уже договора в пользу государства по искам НАБУ это 7 миллиардов гривен. Если сейчас убрать это право НАБУ и признать это полномочия неконституционным, государство теряет фактически эти 7 миллиардов гривен, которые должны быть уплачены в его пользу. Фактически речь идет обо всех договорах в пользу государственных компаний. То есть если суд станет на сторону олигарха, выгоду от этого получит не только он, но и другие причастные к заключениям сомнительных договоров. Ведь фактически это обнулить все решения о разрыве таких договоров. В результате снова проиграет государство. Риски того, что эти полномочия будут утрачены чрезвычайно велики, высоки. После того, как в конституционном суде было отменено незаконное обогащение, то я не удивлюсь, если такое же решение будет и по этим полномочиям. Любые ограничения прав, которые уже прописаны в законе, вредят не только бюро и прокуратуре, но вредят и всей антикоррупционной реформе и всей антикоррупционной политике. Поэтому ждем решения никакого давления на суд. Могут ли давить на суде Конституционного суда для принятия решений не в пользу государства? Люди из орбиты Коломойского уже демонстрируют, что имеют, похоже, необходимые связи. За день до одного из судебных заседаний, где рассматривалось заявление Запорожского завода фиросплавов, Конституционный суд посещал на тот момент адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан. В соответствии с записью в журнале посещений Конституционного суда, копия которого оказалась в нашем распоряжении, 13 марта Богдан встречался на тот момент с председателем суда Станиславом Шевчуком. Сам Шевчук позже подтвердил факт такой встречи, однако заверил, что не обсуждал дела, которые находятся в производстве Конституционного суда. Я никогда ни с кем не обсуждаю дела, которые находятся в производстве. Я знаю господина Богдана более 10 лет. Он известный адвокат, профессионал своего дела. В свою очередь Андрей Богдан в комментарии изданиям «Украинская правда» и «Новое время» также признал, что был на встрече с Шевчуком. Тема же, по его словам, касалась только статьи о незаконном обогащении. Хотя на тот момент суд уже принял окончательное решение об ее отмене. Когда адвокат олигарха приходит к председателю Конституционного суда и встречается с ним тет-а-тет без каких-либо третьих сторон и без свидетелей, которые могут подтвердить или опровергнуть содержание разговора, конечно, есть риск того, что они могли говорить о предмете рассмотрения Конституционного суда, о очень важных делах, которые могут затрагивать интересы этого олигарха. После того, как Владимир Зеленский был избран президентом, он назначил уже экс-адвоката Коломойского Андрея Богдана главой своей администрации. И где гарантии того, что сейчас, занимая такую должность, он не будет продолжать содействовать олигарху в решении его деловых вопросов? А сам олигарх не продолжит лоббировать через власть или своих представителей собственные интересы, которые, как мы проанализировали, достаточно широкого спектра. От банковской сферы и авиа до нефтепереработки и металлургии. И которые, как мы видим, иногда противоречат интересам самих украинцев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok